электрички наступают всем привет с вами колеса kz и это полностью электрический седан byd цинь плюс сегодня мы потаксуем и посмотрим сколько можно сэкономить не то чтобы сэкономить а наоборот заработать больше в сравнении с автомобилем с двигателем внутреннего сгорания ну и вообще таксовать на электричке это чет новое поэтому погнали машину мы забрали со смены только что там был неполный заряд поэтому решили заправиться немного дует она сейчас 58 киловатт в час кстати забавно что емкость батареи тут 58 киловатт заряжаться наверно до полная не будем потому что не хотим пропустить час пик думаю 65 70 процентов и погнали ну полный утренний час пик и клиент сбросил заказ потому что понял что я буду долго ехать 82 процента 418 километров очень интересно классно что byd позволяет завести такса моторное приложение или называйте как хотите прям вот сюда на планшет я просто раздаю интернет и не надо ничего придумать с этим с этим какие-то там делать на приспособления удобные для того чтобы можно было установить свой телефон ехали вам спасибо выехал на восточку мотаюсь небольшие наблюдения еду сейчас 65 по восточке она у меня кушает видимо по восточке вниз она мне кушает 3 киловатта на рекуперации когда я допустим 60 60 иду отпуская правую педаль минус 25 киловатт то есть она заряжает батарею вас наверное интересует сравнение расхода и стоимости топлива электрички и машины на бензине окей берем пример hyundai lantra в классе комфорт плюс с мотором 16 поедает среднем 10 литров 92 на 100 километров это выходит 2050 тенге теперь электричка в таксопарке зарядка бесплатная в городе цены разные и 40 и 60 и 100 тенге за киловатт зависит от сети заправок и быстроты самой зарядки мы зарядились на быстрой заправки задорого 100 тенге за киловатт в итоге это те же две тысячи тенге на 100 километров а вот если зарядка дома то это всего 500 тенге на 100 километров так что выгода в некоторых случаях вполне ощутимая город алматы я тебя люблю за то что когда я еду вниз то я не трачу ничего если бы я ехал с медиа я бы еще и заработал вообще вот конкретно этот седан бывает с разными батареями там на 400 500 и 600 километров даже гибридно есть поэтому если вам эта тачка интересно то заходим в наше отечественное приложение колеса kz легковые фильтр byd сын и смотрим что тут есть 8 650 23 год 7 245 23 год уточняйте там с таможня без таможня логистика не логистика цены бывают разные мне кажется то что за 9 миллионов можно взять на 500 или на 600 километров такую тачку свеженькую даже может быть уже двадцать четвертого года все что нужно вам найти все что передвигается на колесах это в нашем приложении колес кейз на следующий день после смены уже снег пошел и мы конечно решили сказать о газе он у нас дешевый один литр в алматы например стоит 81 тенге да там есть свои приколы это во первых стоимость габо надо купить установить корректно установить корректно обслуживать своевременно обслуживать ну чтобы не было вот так называемых бумов которые к сожалению встречаются потом есть вопросы качеству газа ограничения въездов на паркинг и прочее 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 но в целом вроде дешево 81 тенге за литр напишите кстати в комментариях сколько у вас уходит газа на 100 километров стали мы около санатки санатка чуть чуть длиннее вот чуть длиннее но в целом вот люди сидят я смотрю по коленям там расстояние прям хватает тот же передний привод тот же передний привод здесь багажник ну может быть чуть поменьше хотя тоже не факт сейчас просто не будем открывать давайте открою покажу вам здесь кнопочка можно также салона ну багажник ой-бой кто сказал что нету здесь ручки ручка есть пока у меня 4075 тенге но во первых я водитель который только сегодня сел или большинство там баллов и прочего статусов у меня еще пока ну я короче зеленый поэтому давайте давайте посмотрим у меня осталось сейчас 70 процентов заряда 359 километров я в целом ни в чем себе не отказываю когда надо где-то могу нам ступить на педальку и по климату у меня вот 27 стоит и я вот на нем и езжу давайте сейчас как-то все и откроем это дело да вот так вот мой смартфон лопата показывает 7105 тенге один заказ был на каспе мне оплачен просто перевели сейчас час дня 7 заказов вот как-то так получается был небольшой пробел когда буквально наверное минут 40 ехал и не было заказов не знаю чем это связано видимо с тем что все-таки час пик прошел но с другой стороны в час пик ты можешь выполнить всего один заказ потому что ехать долго больше стоишь в пробках расход здесь у меня 15 киловатт в час это хорош показатель сейчас плюсовая температура и конечно этот автомобиль сохраняет ваши нервные клетки потому что его экорежим его плавность хода плавное ускорение и плавное торможение дают и себе знаете ты прям привыкаешь вот к этому таком знаете размеренному режиму и понятное дело клиентам это нравится я надеюсь сейчас у нас экватор нашей смены поэтому пора пообедать ну чё если мы таксисты едем в лагманку горный гигант ставь лайк за лагман забегаловка вы где же она где всем с лишним я заработал а лагман 1900 приличная часть тех денег которые я заработал с утра у меня сейчас ощущение что цены на вообще все сильно поднялись заработок не сильно вырос поэтому конечно надо или пахать прям жестко сутками напролет и там 4 часа сна или я не знаю или надо быть наверное действительно очень высококвалифицированным водителем который собирает вот эти все бонусы все эти мотивационные штуки там по моему если хочешь быть самозанятым и оформляешь свой п почему-то стоит сумма там 12 500 в неделю может быть как-то поощряет сейчас приложение оператора такси тому чтобы водители оформляли свои п сейчас много об этом говорят но мало денег денег всегда мало зарабатывать надо больше вот чтобы такую машину купить 8 миллионов это надо 20 часов в сутки работать ну лагман у нас нынче дорогой а давайте посмотрим реально ли покушать или хотя бы перекусить за тысячу тенге в алматы курица с картошкой считаем допустим 350 курицы с картошкой 300 сырком сладенькая чай почем вас черный просто 200 самса сыром вроде большая чебурек все сегодняшнее все вкусно вот так ребята не буду намного говорить но на косарь можно оказывается может до сих пор перекусить вы все видели сами вообще если вы не смотрели у нас была целая серия интересных проектов где я таксовал началось у нас несколько лет все по классике 124 мэрс на механике работали по берегу разочаровались потому что тогда пришел большой такси агрегатор мы сели за руль акцента яндекс тогда только начал развиваться и мы заработали какое-то количество денег было очень интересно работать по приложению это было все в новинку мы изучали его также целую смену даже полторы смены работал дальше больше диди кто помнит такие услуги такси агрегатора мы поехали в столицу я ездил на кобальте на задний ряд я тогда посадил по моему 5 пассажиров но на заднем ряду с пятью пассажирами у нас все не закончилось потому что у нас была индийская эпопея в алматинском аэропорту где я уже на своей машине пытался понять как же работают бомбилы в аэропорту и как собственно говоря они зарабатывают огромные деньги мошенничеством подвозя иностранцев за огромные суммы денег сегодня мы сели за электричку также в такси используя такси приложение такси агрегатор и черт его знает казалось бы что вот мы все сняли а получается нет поэтому наш сериал с такси по моему вот с этой электричкой это еще не хопент так что будем дальше работать все я выхожу на линию снова кстати если хотите потаксовать на электричке то в таксопарке касс грин такси есть такая опция условия следующие аренда вот такого вот био айди цинь плюс без выкупа это 17 тысяч тенге в день ваш страховой класс должен быть не ниже 6 и возраст не моложе 27 лет техобслуживание от таксопарка водитель платит только за мойку шиномонтаж и за зарядку электрички причем если удобно то бесплатная для водителей таксопарка зарядка присутствует на территории таксопарка одно из правил если вы хотите ездить комфорт плюс машина должна быть чистой джинь расходы небольшие 500 тенге но время деньги кто не смотрел посмотрите нашу серию я работал на автомойке время было что давайте немного запитаемся зарядка происходит очень просто берешь тяжеленный кабель здесь стандартно все пока машина мне открыто открывается лючок отщелкиваю разъем джи бити вставляем заходим в приложение одной из электро заправочных станций заработали вентиляторы зарядка сейчас нам дает 40 киловатт в час 40.8 зарядка рассчитана на восьмидесятку но я 41 и 1 киловатта нам дает если мы будем здесь находиться целый час заказ такси 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 Хороший, брат, спасибо. Как вы думаете о автомобиле? Супер автомобиль. Смутный, очень смутный, хороший автомобиль. Очень милый, хороший автомобиль. Смутный, саленский. Вы двигаетесь хорошо, очень хорошо. Спасибо, брат, спасибо. До свидания. До свидания. Нам пора пойти, наверное, сделать выводы, потому что как пец уже рубит. Мы тут на ютубчике запустили опрос. Как вы думаете, сколько Роман заработает в режиме такси за одну смену? И спасибо вам большое за ваши версии, за ваши комментарии. Версии были близкие, версии детальные, версии прикольные. Видно, что люди в теме, прям рассчитывали, люди таксисты. Спасибо вам за это. Ну, а теперь давайте узнаем, сколько же в итоге я заработал. Так-так, у меня за смену вышло всего-то 20 тысяч тенге чистого заработка. Заправка мне вышла 4,5 тысячи, и это дорого. 100 тенге за киловатт на одной из быстрых зарядок в городе. Почему так мало? Первое, я новичок, и за смену я не взял целых 7 заказов. Причина банальна. Заказы приходили как раз в то время, когда я довозил клиента. И в итоге я стрессовал, что не успею и жал отменить. Этого делать нельзя. Во-первых, заказ теряешь. Во-вторых, рейтинг активности в приложении падает. Заказов получаешь в итоге меньше. Ну, кстати, может быть там еще какие-то последствия. Я толком не знаю. Мы тут поговорили с опытными таксистами, и в среднем мнение такое. Реально можно поднимать 40 тысяч тенге и выше в день. Но чаще, конечно, это 35-37 тысяч. Это режим комфорт и комфорт плюс. Сумма, конечно, получилась скромная, потому что да, всего лишь одна смена. И я, как всегда, новичок, хотя мы очень много проектов по такси провели. Я не смог за один день заработать все бонусы. У меня не было ИП. За него, кстати, тоже дают сейчас приличные бонусы. Но если спросите меня, вот по поводу электрички в режиме такси имеет абсолютный смысл, если она у вас во владении. Если вы смогли потратить 8-9 миллионов, чтобы ее купить, если у вас тем более есть своя зарядка, пусть хотя бы на 3 киловатта в час, потому что в данном случае вы будете за 100 километров платить 500 тенге, а не будете платить там 2-3 тысячи, где на электрозаправочной станции 1 киловатт стоит 100 тенге. И, понятное дело, сервис, минимальный сервис у электрички. Ни масла тебе, ни колодки, особо ничего. И, наверное, тогда вы сможете до сих пор заработать в режиме такси, ну, что уж говорить, до миллиона тенге. Напишите в комментариях, кто зарабатывал или до сих пор зарабатывает такие деньги, возможно, даже на электрокаре. Ну и, конечно, наша тема с электричками на этом выпуске не закончилась. Так что скоро увидимся. На заре Голоса зовут меня